друзья всем привет у нас сегодня очередной выпуск моего влога и сейчас суббота 6 утра кстати знакомьтесь это сергей он находится у нас за камерой мой оператор и мы сейчас едем в дверь меня пригласили выступить на мастер-классе перед тверскими предпринимателями буду рассказывать про онлайн-маркетинг вот я думаю что будет интересно выступление у меня продолжительностью 3 часа довольно таки долго я к нему готовился делал презентацию до 5 утра не сегодня вообще вышел у меня 71 слайд поэтому я думаю что будет интересный контент надеюсь ребятам понравится поэтому смотрите выпуск будет интересный а пока мы поехали а камеры они конечно не со стопроцентной вероятностью они считывают что за человек перед ним стоит какого он пола какого он примерно возраста если у вас стоит реклама конкретно да вы поставили на полу возрастную аудиторию другая реклама не будет показывать то есть ну не ваша целевая она не будет показать на будет показывать тем на кого вы настроили если вы хотите показывать свою рекламу там мы людям от 30 до 40 лет там женщинам то мужчины которые будут проходить мимо не просто ваш банк не будет показываться то есть и тем самым вы достигаете более точным попадания в ту аудиторию которую вам надо не не сливаете деньги здесь и соответственно те же одежки которые если у человека запущены какие-то приложения яндекса кто смотрит взаимодействует с вашей рекламой также можно выгрузить показывать на них эту рекламу в других через яндекс аудитории также показывать в других сервисах вот так вот она выглядит если по нему открыть то есть она открывается письмо здесь можно поставить баннер текст и ссылочку на свой сайт с каким-то предложением ли можно какое-то предложением разослать то что часто люди настраивают просто там купите наш товар купите но я думаю в таких таких компаний больше сработает если вы дадите какой-то оффер какую-то скидку либо какой-то там бонус да за для лояльности потому что ну как правило рассылают какие-то акции вот если вы просто скажете приходите к нам покупайте ну вряд ли с почты к вам кто-то придет но сюда можно настраивать рекламу отдельно то есть вы можете отдельно сделать компанию на gmail поэтому тоже здесь если вам это подойдет это можно этот инструмент вообще можно потестировать отдельно до попробовать запустить на рекламу посмотреть подходит ли он для вашего бизнеса для вашей аудитории потому что естественно не все пользуются gmail вы в любом случае должны считать свои бизнес показателя сколько обходится вам лид сколько у вас обходится стоимость клика сколько они тратят в день допустим если у вас рекламная компания станут тратит 10 тысяч рублей в день до образно вы должны понимать какие каналы это уходит соответственно если они там используют яндекс google там еще какие-то источники соответственно эти 10 тысяч в общей сумме они там три тысячи здесь три тысячи там образно да и вам надо понимать если к вам пришли заявки откуда они пришли все-таки от яндекса от гугла или еще от кого-то третьего то есть мы у вас могли прийти там 10 заявок с яндекса за 3000 google и остальные они могли слиться и соответственно здесь надо следить это для всех ну для всех кого есть сайта да есть система аналитики есть яндекс метрика эта история яндекса есть google analytics это история гугла и есть отдельный сервис очень крутой но платные эти две истории бесплатные это рой стат у них более продвинутая система аналитики они могут отслеживать даже ассоциативные конверсии что это значит когда пользователь взаимодействует с вашим сайтом несколько раз возможно с нескольких источников и с нескольких рекламных компаний то есть к примеру сегодня он пришел к вам из рекламы в яндексе завтра он посмотрел ваш видос в ю тубе перешел по ссылочке на ю тубу по ю тубу да потом он там вообще зашел в контакт и в конечном итоге из контакта перешел и у вас купил то системы аналитики яндекс и google будут показывать что продажи была сделана через контакт а первое касание клиент на самом деле был через директ и к вам пришел уже прогретый клиент который несколько раз взаимодействует с вашей компании здесь вопрос если вы будете делать рекламу только на контакт будете получать там таких клиентов или все-таки лучше заморочиться и делать рекламу в директе где потом люди дозревают и все-таки трафик может быть там и ваша задача как 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 полководцы да как я провожу аналогию как предприниматели ваша задача понимать куда распределить какие финансовые бюджетов какие маркетинговые инструменты и как их правильно отслеживать потому что если вы будете это делать неправильно но это потеря денег понятно есть у нас вопросы с чата по бидерам здесь больше степени эта система которые позволяют вам в автоматическом порядке менять ставки то есть они не делают за вас контекстную рекламу они у них есть такой функционал то есть они могут автоматом вам создать подобрать ключевые слова но я со своего опыта скажу в нашем случае я просто не могу как-то да либо хорошо либо плохо отзываться от какой сторонней компании в которой я тем более не работал да там не знаю всех может быть алгоритмов это мое личное субъективное мнение она не совсем корректно все равно то есть они берут какие-то усредненные общие показатели никто кроме вас владельцы бизнеса который знает свой продукт свою услугу лучше вас рекламу никто не к ним настроить как кому я вам вам до рассказал про юзер экспириенс да что в вашем проекте надо посмотреть по визуализации сайт какой вы сделать это та же история то есть даже если вы рекламодатель несете деньги вы сейчас сами себе определяете кому вы понесете деньги потому где это удобно сделать кому удобнее их отдать поэтому здесь мне кажется недоработки может быть со стороны гугла что у них не такой простой понятный интерфейс для входа то же самое что я говорил про их сервис google покупки тогда дать небольшой перерыв сделаем и перейдем на там третий блок и закончу потом всеми вопросами которые у вас накопились может быть по конкретно вашим бизнесом этого что-нибудь отвечу мы с ними боролись на такую тему что они не хотели размещать рекламу кухонных ножей даже в поиске типа вы торгуете оружием и было очень трудно доказать что это кухонные ножи мы режем им продукт они убиваем людей поэтому да к сожалению бывает еще у них кстати большая проблема с модерацией видео объявлений небольшой лайфхак если вы не пропишите возрастное ограничение в своем объявлении даже если у вас там ноль плюс пишите ноль плюс в конце иначе вы не пройдете модерацию и модерацию вы можете проходить несколько недель чтобы запустить в рекламу ваше видео и вообще не факт что вы пройдете что они до нее доберутся я не знаю как они это делают там еще пока не позвоните пока вы мне напишите с мертвой точки это вряд ли сдвинется вот к сожалению такая вот история я сейчас столкнулся с продвижением своих youtube проект поэтому если планируете какое-то продвижение в ютубе есть сервисы посева вашего видео то есть это не накрутка это не боты это сервисы которые размещают рекламный сервис который агрегирует собой допустим много администраторов групп там вконтакте каких-то веб-мастеров так далее когда вы выкладываете до свое видео говорить мне нужен посев я хочу купить там тысячу просмотров это не тысячи просмотров ботами имеется ввиду это когда люди размещают ваше видео в своих группах социальных сетей где-то на своих сайтах а у них система аналитики видят что пользователь как-то повзаимодействовал начался просмотра ваша видит тогда это считается то есть это не бот это живые люди смотрят по условиям гудс сейчас намного дешевле для входа чем все остальные marketplace которые мы сейчас будем разбирать дальше на примере одного из них я просто сравню по комиссии и по стоимости то есть здесь как происходит когда вы работаете с marketplace am вы выгружаете туда список своих товаров так же как и на прайс-площадке только пользователи оформляют заказ непосредственно здесь они не переходят к вам на сайт напрямую то есть они оформляют могут заказать несколько товаров от разных производителей в одной корзине в данном случае гудс осуществляет доставку за 1 рубль они приезжают к нам забирают у нас товары и консолидирует их у себя на складе комплектуют заказ для клиента и уже все заказы все товары которые клиент заказал они одним общим заказом везут клиенту соответственно уже на доставку борются они сейчас здесь с другими маркетплейсами очень жесткой системой система лояльности покупателей здесь есть такая история что вы можете получить по-моему до 25 процентов кэшбэка на свою покупку и оплатить ими до 50 процентов стоимости товара то есть и у них система привлечения клиентов строится так что они в основном рекламируют больше рекламируют дорогую какую технику и телефоны там либо технику для дома какую-то который стоит много люди покупают там за три за пятьдесят тысяч рублей какой-то товар получает 25 процентов там кэшбэка может быть там меньше там образно 35 тысяч бонусов вы думаете о у меня есть 35 тысяч бонусами которые могу оплатить 50 процентов следующего заказа куда я потом пойду покупать ну наверное опять гудс если контакт только телефон как с ним потом взаимодействовать опять же таки как я рассказывал что можно заливать их в те яндексу аудиторию и догонять их в других местах как вариант либо в чат-ботами либо ну смс уже не так эффективен потому что даже если если люди приходят ну да я говорю либо через чат 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 мессенджеры какие-то да либо через эти истории нож для прогрева да можно вот те же вот сервис что я сейчас показывал есть телефон можно по-моему там а там самому кому нельзя написать человеку почему можно да то есть эти данные которые у вас есть с базы вы можете их пользоваться через яндекс аудитории вы гоните догонять и где-то в другом месте и через какой-нибудь лендинг там даже загонять на подписку чтобы он оставлял вам электронную почту и уже потом взаимодействовать так то есть дать у вас есть контакт телефона вы его запускаете в яндекс аудиторию с помощью яндекса аудитории вы делаете рекламу на этого человека и ведете его на какой-нибудь лендинг-пэйдж где даете им какую-то бесплатную pdf но чтобы скачать он должен оставить почту и вот таким вот путем вы еще берете почты можете компенсировать через почту такие хитрые шаги можно простроить и соответственно автоматические цепочки как они делают сервис есть да вы задаете алгоритмы вот человек попал ко мне в базу он где-то зарегистрировался и вы думаете как мне его прогреть как него довести до покупки либо д estás отал 해�enne заявку любят своими покомуницировал его продумать что сегодня мы там ему отправим письмо завтра мы ему там можем отправить видео и это можно все вот эта сеть ее можно развернуть если он не открыл это письмо то ему сервис видит что человек не открыл письмо ему можно отправить другое письмо с другим названием какой-то с другим предложением чтоб как-то его заинтересовать может не заинтересовал название удалил ваше письмо что делать если он открыл но например перешел по ссылке то есть вы можете задать конкретный алгоритм как потом сервис у себя повести чтобы дальше начать взаимодействовать с ним если он там открыл но не перешел до прислать ему другое письмо сколько может быть другой информации то есть пока человек от вас не отпишется в принципе вы можете с ним коммуницировать если ему это ну не надоедает если будет надоедает он либо от вас отпишется либо напишет вам что какие вы плохие отпишите меня от своей рассылки то есть в принципе здесь ничего такого зазорного нет если человек подписался на вас дал свое согласие и если он не хочет потом получать ну пожалуйста отпишись там есть такая возможность здесь все здраво вот и такие автоматизированные цепочки соответственно их можно простраивать уже непосредственно под ваши бизнес-задачи никто кроме нас не изменит свою жизнь никто кроме нас не поможет другим людям никто кроме нас с вами не изменит мир к лучшему и вы собрались здесь люди которые к этому не безразличны вы хотите менять свою жизнь вы хотите менять жизнь людей с помощью своего бизнеса и я очень рад что вы сегодня все пришли большое вам спасибо мои контакты можно посмотреть здесь написать мне в директ если у вас остались какие-то вопросы я обещал разыграть книжку и я думаю вы не обидитесь если я подарю сергею он сегодня был очень активный он задавал много вопросов спасибо ребят давайте мы перейдем к вопросам потому что один раз рассчитывал практически всем ответственные темы и в общем целом давайте те вопросы остались по директу по гуглу по ссылкам в соцсетях друзья вот закончился мой мастер-класс спасибо всем кто его посетил кстати мы еще раз приедем в тверь 23 числа если вы нас смотрит из этого города приходите на предпринимательский форум информацию можно найти на сайте мой бизнес твери либо в инстаграме мой бизнес твери мы его тоже сейчас пустим внизу приходите можно будет со мной пообщаться спасибо что были с нами в этом выпуске до скорой встречи а